здравствуйте друзья сегодня у нас 26 июля вторник и похоже тот день который мы так долго ожидали день начала контрнаступления в ссу против войск агрессора начался он наступил или во всяком случае он близок на подходе то есть не сегодня завтра это свершится ну начну с того что несколько дней назад в конце прошлой неделе шеф британской агентурной разведки ми-6 ричард мур который выступал здесь в штате колорадо в городе аспен на международной конференции по безопасности сказал что в общем то всего точки зрения по оценкам его спецслужбы одной из лучших в мире должен сказать контрнаступление в ссу уже назрела и вот-вот должно произойти зачем он вот объясняя почему это нужно и крайне важно он сказал что мы подходим в европе суровой зиме зиме как это ожидается связи с ценами на газ связи с угрозами рецессии в экономике и поэтому крайне важен успех наконец-то явный успех на полях боя боев в украине чтобы укрепить решимость антипутинской коалиции которые включают украину и и западных союзников что укрепить их решимость непоколебимо продолжать эту борьбу до победного конца позже позавчера международный институт изучения войны в вашингтоне сказал что по их наблюдению контрнаступление по суу началось но вот сегодня вышло в двух разных изданиях два интересных материала на эту же тему но прежде всего меня привлек материал в издании real clear defense это издание близко к пентагону то есть она освещает текущее событие жизни военного вооруженных сил соединенных штатов а также является платформой для изложения теоретических статей концептуальных на стратегический военно-стратегическую тематику и вот там была интересная статья в которой значит он заглавил ее помощь украине это не провокация россии а правильный ответ кремлю на многолетнюю глобальную российскую агрессию здесь имеется ввиду агрессия против всего миропорядка против сил добра в мире то есть это вот как раз та борьба всемирного зла против всемирного добра которую многие мыслители на западе считают что вот надо так это и представлять российскую агрессию в украине авторы статьи не оставляет камня на камне на представителей течение так называемого путин ферштейн которая ну не призывает понять россию понять путина но призывают к тому чтобы найти взаимоприемлемый мир каким-то образом и через вот этот мир сейчас пока закончить с этой войной авторы откровенно называют представители вот этой фабрики мы вот этого течение мысли полезными идиотами кремля и сюда относятся внимание генри киссингер редакционная коллега нью-йорк таймс и даже римский папа франциск который как здесь написано интересным разглагольствовал о том что можно было бы прийти к какому-то в кавычках разумному мирному соглашению и таким образом закончить войну и поэтому как пишут авторы статьи хочешь но не представитель вот этого этой идиотской идиотского говорят направление мысли дальше продолжает что для того чтобы достичь такое мирное соглашение мы должны давить на украину чтобы она вела переговоры с россией ну и одним из ответвлением этой мысли является то что россия где-то как-то была спровоцирована то есть не были неверно поняли на каком-то этапе не пошли и навстречу не протянули руку и прочая ерунда кстати отмечается что минимум последние 15 лет кремлевский режим путин вели по нарастающей агрессивную войну гибридную агрессивную войну против всего мира порядка против международного права против демократии и все это вылилось в конечном итоге в горячую войну в эту беспрецедентную агрессию беспрецедентно со времен второй мировой войны поэтому резюме этой статьи россия является явным агрессором эта агрессия продолжается уже лет 15 не только против украины это просто апофеоз той агрессии которые россия гибридно проводит последние 15 лет поэтому решительная поддержка украины западом является ответом на российскую агрессию против нато запада и самой демократии и поэтому наша поддержка должна быть всемирной автор отмечает что счастью вот этот идиотский посыл полезных идиотов кремля как бы они себя не называли к счастью не был услышан администрации соединенных штатов америки и ее ближайших союзников имеется ввиду англосаксов это вот что было в преддверии буквально тех событий которые произошли сегодня вчера вот буквально на днях о которых пишет издание блумберг она фактически ссылается на несколько известных экспертов в частности на тот же институт изучения войны и говорит что третий этап войны в украине начался под первым этапом они имеют ввиду вторжение и попытку кремля вооруженных сил мордора захватить кремль сместить правительство и посадить таким образом посадить свое марионеточное правительство и установить полный контроль над украиной второй этап это был этап артиллерии как вы понимаете это вот то что мордор делал на востоке украины пользуясь преимуществом в артиллерии полевая снарядами огнем украинские позиции и третий этап условно можно было бы назвать этапом хай марс системы хай марс которая полностью изменила соотношение сил скажем так будем осторожно не сове не полностью но существенно изменила обстановку сил на поле боя и дает возможность в ссу перейти в контр наступление когда здесь говорят о контр наступление имеется ввиду скорее вот то ограниченное контр наступление которое мы с вами обсуждали несколько дней назад на прошлой неделе то есть это не глобальная масштабный удар по агрессоры которые выбивают его полностью со всей территории который была украина которая была заквачена с 14 года это скорее всего попытка отбросить его максимально возможной степени с тех территорий пока которые были захвачены с 24 февраля почему это возможно стало тут несколько причин потому что по наблюдением американских экспертов в вооруженные силы российской федерации на востоке они выдохлись и фактически ситуация там перешла к замороженному конфликту вот так они это трактуют все потенциальный потенциал для наступления как считается здесь практически полностью для агрессора исчерпан это открывает возможность значит для активных действий в ссу на юге кроме того с прибытием известного количества хаймарс они еще продолжают прибывать и боеприпасы к ним продолжает прибывать и самое эффективное оружие еще в пути и она будет поставлена ну кроме таких хаймарсов я бы сказал что есть еще несколько жизневажных систем вооружения которых много не говорят но которые критически важны контрнаступление против агрессора это средства радиоэлектронной борьбы это средства подавления электронных систем противника и контр контр батарейные радары в общем электроника цель которой ослепить противника и наоборот открыть глаза и уши для в ссу следующая причина которая вернее обстоятельства которая создает возможность для успешного контрнаступление в ссу это очень таки жесткие проблемы живой силой противника ресурсов для ее пополнения мало многие но вы наверное знаете что многие подразделения российских войск укомплектованы на 50 процентов и меньше деморализация как говорят западные специалисты повальные почему нужно почему нужно наступление ну во первых как говорят американских и вообще западные специалисты это контрнаступление наконец нужно прежде всего для украины для украинцев для вооруженных сил украины для народа украины которые она нуждается в моральной подпитке люди я замечаю это на на своем собственном канале о том как пишут люди что они пишут люди устали от войны не хотят чтобы она быстрее закончилась им нужны позитивные новости и нужны победы то есть это нужно прежде всего для украины это нужно для европы как сказал ричард мур европа она все туже затягивает пояса она готовится голодной зиме холодной простите холодной а может быть кто знает может быть и голодной зиме но она продолжает свою стратегическую линию на отрезание этой пуповины любой газовой нефтяной любой сырьевой пуповины которые так или иначе импорт экспорта которые связывают с российской федерации все то есть страна изгой ее место вот там и евросоюз по-прежнему придерживается этой стратегии но они должны понимать как сказал ричард мур всем надо но также как и украинцам порция позитивных новостей пример что эта война может и должна быть а следовательно будет выиграна украины ну и наконец это нужно для тех стран которые поставляют оружие для украины то есть они должны убедиться что стратегия то есть те то оружие которое они поставляют это правильное оружие и с ним можно выиграть эту войну что касается южного участка фронта здесь обращают внимание на то что предварительное мероприятие для начала контр наступления вооруженной силы украины уже провели имеется ввиду уничтожение значительного количество складов включая склады боеприпасов склады горючего штабные центры там всевозможные это разрушение инфраструктуры то есть как здесь считают что достаточной степени разрушены мосты через днепр и ингулец для того чтобы не позволить вооруженным частям мордора получать в случае контрнаступления в ссу получать поддержку боеприпасами там горючим и так далее ну и наконец наконец одна из причин почему надо вот поспешить и провести успешное контрнаступление хоть я ограниченным это недавнее заявление лаврова о том что россия теперь рассматривают необходимость аннексировать также южные районы захваченные прежде всего херсонской и запорожской области и вот это дата 15 сентября на которую якобы и планируется провести эти референдумы то есть ситуация стоит так что вряд ли они проведут эти успешные референдумы если по ним в это время будут лупить хаймарцы по оценкам американских аналитиков для успешного контрнаступления в ссу существуют достаточно благоприятные внешне внешнеполитические условия а также экономические условия с точки зрения экономических условий было вот здесь я недавно видел очень хорошее исследование по поводу того как реально действует санкции на российскую экономику следовательно на весь путинский режим я подробно вас ознакомлю это любопытнейший материал который говорит что на самом деле удар по российской экономики фактически страшный и дальше я имею ввиду экономический финансовый и санкционный удар и дальше его эффект будет только нарастать и он движется как снежный ком то есть значительная часть российского населения да и в кремле похоже даже не понимают что их ждет уже в ближайшем будущем ну и что касается внешнеполитического так сказать обрамления несмотря на все попытки прорвать дипломатическую изоляцию путинского режима это пока не удается даже если взять тот же китай который по оценкам согласно надеждам большим надеждам стратегическим надеждам кремля должен был прийти на помощь и подставить свое плечо или спину российской федерации в этой войне против украины он китай фактически отстраняется от этого дела и несмотря на все там рассказы кремлевских о том что они перейтируют там поставки газа поставки нефти на азиатский рынок прежде всего в китае в индию это все пока блеф вот такая ситуация я считаю что это вот это то наступление о котором мы с вами говорили оно должно по возможности отбросить агрессора максимально от всех тех территорий которые удалось захватить ему после 24 февраля ну как говорится война и любое действие наступление отступление оно обладает свойством значительной непредсказуемости поэтому насколько оно успешно будет и далеко зайдет мы увидим ближайшее время я очень надеюсь что все было хорошо просчитано потому что как говорится одна голова хороша а несколько голов лучше а здесь было по моему разумению несколько голов то есть с лучшими военно начальниками в ссу в разработке этого контрнаступления участвовали в качестве аналитиков лучшие представители военной мысли стран нато ну вот так что ожидаем во что это все вылится я я взволнован скажу вам откровенно потому что я не скажу что это наш последний решительный бой но это очень важный бой от которого очень много зависит поэтому я пожелаю в ссу командирам бойцам всего самого наилучшего удачи господа вам мужества терпения в общем весь мир смотрит на вас потому что вы представляете силы добра в борьбе против всемирного зла весь мир смотрит на вас на вас вся надежда удачи вам и успех и это должно победа должна быть за вами я в этом практически не сомневаюсь вот на этом позвольте господа закончить это видео до до скорых встреч дорогие друзья